В редакцию пришло письмо. Большое спасибо за концерт. Позвольте, пожалуйста, если я со мной с добрым утром, любимая. И под животом мостом. Как удобно. Я уже спел. У меня два сына. Исполните, пожалуйста, песню для старшей дочери. Тоже логично. Так. Пока писал записку, Ваши книги закончились. Что делаете? Маленькая жизнь рушится. Вячеслав. Видимо, пообещал что-то. Знаете, некоторые молодые люди у меня потом рассказывают, что я спел своей девушке ваши песни, сказал, что это мои. Вот и у нас все получилось. Вы настолько в это велькание и в количестве. Кто тут? А что? Тут это. А, вот это вот. Это самое. А я даже не вижу, что сзади. Говорят, что это лишнее. А кто-то, наверное, на это смотрит, да и все. Как хорошо психологическая разгрузка. Выключите там, если свидетель не на работе. Нет, ушел он. Он на них смотрелся. А вообще очень здорово заканчивается записка. Это, знаете, я тоже, это... Когда себе попадаются какие-то... Я так не могу, неудобно про себя такое читать. Сразу вспоминается мне история, когда мы... Я учился в театральном институте. И, значит, там молодые были, собирались такие компании. Вот у товарища жил. И как-то пришли две такие девчонки. Такие две девчонки, я вам скажу. Просто... И товарищ вышел с одной из них покурить, говорит. Я говорю, ты вообще, я на тебя смотрю, я таких красавиц не видел вообще. Вот-вот. И она ему говорит. Ты меня еще голую не видел. Вот так вот. Я вот так, когда про себя что-то читаю, я так тоже хочется сказать. Спойте, пожалуйста, на одной из самых... Спасибо. Ух, прям не хочется. Сейчас, как говорит... Мама моя говорила, тяжелая, тяжелая картина. Тяжелые песни, прям. На каждом концерте не споешь. Штука удивительно простая, как ее, скажу, сложишься, дочка подрастает и поет. Митяев, это наша маленькая жизнь. Где-то я уже слышал. Спойте, пожалуйста, песню о Германии. Такая долгая история тоже про Германию, если взяться, расскажать. Надо, знаете, еще раз, вы приезжаете на следующий год? Вот, а мы приедем опять. И соберемся, и споем. Спойте, пожалуйста, песню небесной. Некоторые пришли только из этой песни. Про ненатушенную жизнь. Спойте, пожалуйста, песню о лете. Крепитесь, скоро лето, еще рано. Очень рады, что вы сможете побывать на таком необычном летнем концерте. Мы по вас включаем. Расскажите, пожалуйста, про новый альбом, как будет называться, какие песни у него идут. Знаете, все время меняется, как он будет называться. Так что осталось недолго. Вот, вот, буквально, я думаю, еще две недели, да и выйдет. Это не мне. Мне-то вообще не надо освящения. Было хорошо. Вот это на фоне, на фоне там что-то мелькало. Отличие. Видите, наладились к концу газа. Чего вы молчали с самого начала? Да нормально все было. Друг мой, Миша, таким, вот, Царство Небесное тоже как-то рассказывал. Это, если морда красная, значит, он рассказывает. И там кто-то сидит прям под этим, на самом верху, и орется, не слышно. А он из образа-то не выходит. Читает вот. Продолжает, там, да, не слышно. Он терпел, терпел. Говорит, а какого хрена ты туда билеты покупал? И опять в образ вошел. Следующая песня называется «Она такая же москвичка, как была». Спасибо. Неровность, вычерная крыша, течется горизонт. Семнадцатый квартал Париж Чуть вздрагивает зону. И женщина французская, серьезно и милая, Спешит сквозь утро тусклое, Должно быть, пораспала. И тем, кто встретится ей, Улочкой узкою, Не догадаться, Здесь у всех свои дела. Она хоть бывшая, Но подданная русская, Она такая же москвичка, Как была. У бывшей русской подданной В квартире гвардак, А значит, что ты в душе, Наверняка не так. Ну, как легкие ее слова, И пусть неважно спит, Но под столичной голова Наутро и болит, И вспоминай сон. Про дворики Арбанские Она, как в реку, Погружается в тела, И, несмотря на настроение дурацкое, Она такая же москвичка, Как и была. Каштаны негр продают В площади Комкор, Придет сквозь лампочек салют Бесснежный Новый год, И парижане о своем Задумавшись спешат, И Рождество опять вдвоем С подружкой из США Наполнит праздничный Париж Вино французское, А ей пригрезется Москва белые вина. Она хоть бывшая, Но подданная русская, Она такая же москвичка, Как была. Субтитры создавал DimaTorzok, И, несмотря на то, Субтитры создавал DimaTorzok, Вот, наверное, я спою Две песни, Которые дети не поймут. Одна песня про маму, Другая — братца. Почти у каждого из нас Бывает драма, Она, казалось бы, решается легко. Одна в осеннем городе Скучает мама, И этот город расположен далеко. И мы сначала ничего не замечаем, И дни разлуки складываются в годах. Мы обещаем написать И забываем, И наша мама нас прощает, Как всегда. А когда-то мальчик Было беспокоен, Если только мама Покидала дом, И, уткнувшись взглядом В пальмы на обоях, Ел горбушку хлеба С сахарным песком. И ждал, когда в подъезде Ржавая пружина Скрипнет, возвращая Ласку и покой. А у нее работа, А потом дружина, И под вечер С полной сумкою домой, Как две заботливые птицы. Эти руки Нас успевали защитить И пожалеть, А мы смотрели с братом Только на зарубки, На косяке дверном Мечтая повзрослеть. И дождик ледний капал, И земля парила, И как файл ему Мы продолжали В жизнь играть. И все, что раньше Мама нам не говорила, Мы начинаем только-только Понимать, Почему так много Было кукуруза, Почему в апреле Запахи острей, Почему зимою Хочется арбуза, А вообще-то было Все, как у людей. И тот пьянящий запах Новеньких сандалей, И в кульке за рубль Десять карамель, И в шариковой ручке Радостный Гагарин Так ничто не может Радовать тебе, Ну раз в году хотя бы, Кажется так просто. Вернуться к тихой радости Родимых глаз, Но мы спешим к вершинам Творческого роста. И мамы понимают, Не тревожат нас, И ждут и врут опять Немножечко соседям, Похлебывая токше Ягодные кисели, Что может быть На Новый год Домой приедем, А нас несет опять За три девять семей. Но как с пластинки пыльной Пляжные виск нам слышен, Мамит наша пленка И рвется, как в кино. И как же мы бессильны Пирожками с лишней Возвратить ту радость Детства своего. Ну как же мы бессильны Пирожками с лишней Возвратить ту радость Детства своего. Пирожками с лишней